Угрозы для здоровья и жизни, а также травмирующие опасности подстерегают ребенка в буквальном смысле на каждом углу. Дома и в местах отдыха, на детских площадках и на дороге, в общественных местах. Укусы насекомых, тепловые удары, солнечные ожоги, водные переохлаждения, пищевое отравление, бытовой травматизм. Вопросов к детским врачам возникает очень много, не меньше к родителям, которые оставляют ребенка без присмотра. Этим летом на водоемах Брестской области утонуло трое детей. Цифра небольшая, но в масштабах одной семьи шокирующая. Одним из случаев, который можно привести в качестве примера, имел место на территории Кобринского района. 9 июня 6-летний ребенок вместе со своими родственниками направился отдыхать на водоем Каташу. Там, оставшись без внимания взрослых, ребенок вошел в воду и пропал из виду своих родственников. В последующем его тело обнаружено водолазами. Этим летом вода забрала жизни у 47 человек. В особой группе риска остаются не только дети и подростки, но и люди, находящиеся в нетрезвом состоянии. Более 50% от всех несчастных случаев происходит из-за алкогольного опьянения. А основной причиной смерти детей на воде является банальная невнимательность родителей. Просим родителей, чтобы они убедительно смотрели за своими детьми, знали, где они находятся. Ну и желательно, даже нежелательно, рекомендуем мы это так же. У нас расписаны на пляжах везде схемы, где опасные места. Но опасные места мы указываем для взрослых с расчетом того, что... Ну, когда вы сами понимаете, что ребенок там 7-5 лет, там, где взрослому по поясу, он будет с головой. И, соответственно, на каждом пляже есть детские купальни, куда мы настоятельно рекомендуем приходить с детьми, чтобы дети купались в этих купальнях. Там проверенное дно, там проверенная глубина. Ну и родители могут находиться рядом, поблизости на пляже, а не идти в те места, где удобно родителям, а не детям. Из-за недосмотра родителей также остается актуальная проблема выпадения детей из окон. Отвернувшись на мгновение, многим кажется, что они теряют своих детей из виду всего на пару секунд, а оказывается, что навсегда. Вообще, трагедия в семьях происходит по трем самым частым причинам. Выпадение из окон, открытая вода и когда ребенок выпивает химическую жидкость. Как избежать несчастных случаев? Вариант один, несложный. Чтобы беды не произошло, нужно всего лишь добавить чуть больше внимания. Следует обеспечить правильную расстановку мебели в своем жилище таким образом, чтобы это исключило возможность детей, взбирания на подоконники и прикосновения к окнам в принципе. Следует рассмотреть вопрос об обеспечении размещения запорных устройств на окна, что не позволит открыть детям их самостоятельно. Также не следует открывать окна на распашку в помещениях, где есть малолетние дети, поскольку это способствует происшествиям. Находясь вблизи водоемов, следует постоянно контролировать местонахождение и поведение своих детей, подавать пример правильного поведения и разъяснять нормы поведения на отдыхе вблизи водоемов. Виктория Нечаева, Эдорд Букунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.